Продолжение следует... Александр Сергеевич Пушкин. Кавказский пленник. Посвящается Николаю Николаевичу Раевскому. Посвящение. Прими с улыбкой, мой друг, свободное музы приношение. Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье и вдохновенный свой досуг. Когда я погибал безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладный, когда любви и тяжелый сон меня терзали и мертвели, я близ тебя еще спокойство находил. Я сердцем отдыхал, друг друга мы любили, и буря надо мной свирепостью томили. Я в мирной пристани богов благословил. В одни печальные разлуки мои задумчивые звуки напоминали мне Кавказ, где пасмурный Бешту, пустынник величавый, ауловый полей-властитель пятиглавый был новый для меня Парнас. Забуду ли его кремнистые вершины, гремучие ключи, увядшие равнины, пустыни знойные, края, где ты со мной делил души молодые впечатления, где рыскает в горах воинственный разбой, и дикий гений вдохновения таится в тишине глухой. Ты здесь найдешь воспоминания, быть может, милых сердцу дней, противоречия страстей, мечты знакомые, знакомые страдания и тайный глаз души моей. Мы в жизни розношли, в объятиях покоя едва-едва рассвел, и вслед отца героя в поля кровавые, под тучи вражьих стрел, младенец избранный, ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением, как жертву милую, как верный свет надежд. Я рано скорбью знал, постигнут был гонением, я жертва клеветы и мстительных невежд, но сердце, укрепив свободой и терпением, я ждал беспечно лучших дней, и счастье моих друзей мне было сладким утешением. Часть первая В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят. Сыны Кавказа говорят об ранных, гибельных тревогах, о красоте своих коней, о наслаждениях дикой неги. Воспоминают прежних дней неотразимые набеги, обманы хитрых узденей, удары шашек их жестоких, и меткость неизбежных стрел, и пепел разоренных сел, и ласки пленниц чернооких. Текут беседы в тишине, луна плывет в ночном тумане, и вдруг пред ними на коне черкес, а он быстро на аркане молодого пленника влачил. Вот русский хищник возобил, аул на крике возбежался ожесточенную толпой, но пленник хладный и немой с обезображенной головой как труп недвижим оставался. Лица врагов не видит он, угрозы, криков он не слышит, над ним летает смертный сон и холодом тлетворным дышит. И долго пленник молодой лежал в забвении тяжелом. Уж полдень над его главой пылал в сиянии веселом, и жизнь и дух проснулся в нем. Невнятный стон в устах раздался. Согретый солнечным лучом несчастный тихо приподнялся, кругом обводит слабый взор и видит. Неприступных гор над ним воздвигнулась громада, гнездо разбойничьих племен, черкесской вольности ограда. Воспомнил юноша свой плен как сна ужасного тревоги и слышит. Загремели вдруг его закованные ноги. — Все, все, — сказал ужасный звук. Затмились перед ним природа. — Прости, священная свобода! Он раб! За саклями лежит он у колючего забора. Черкесы в поле, нет надзора. В пустом ауле все молчит. Пред ним пустынные равнины лежат зеленой пеленой. Там холмы втянутся грядой однообразные вершины. Меж них уединенный путь вдали теряется угрюмый. И пленникам ладого грудь тяжелой взволновалась думой. В Россию дальний путь ведет. В страну, где пламенную младость он гордо начал, без забот. Где первую познал он радость. Где много милого любил. Где обнял грозное страдание. Где бурной жизнью погубил надежду, радость и желание. И лучших дней воспоминания в увядшем сердце заключил. Людей и свет изведал он и знал неверной жизни цену. В сердцах друзей нашел измену. В мечтах любви безумный сон. Наскуча жертвой быть привычной давно презренной суеты и неприязни двуязычной и простодушной клеветы. От ступних света, друг природы, покинул он родной предел. И в край далекий полетел с веселым призраком свободы. Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире. Страстями чувства истребя, охолодев к мечтам и к лире, с волнением песни он внимал, одушевленные тобою. И с верой, пламенной мольбою, твой гордый идол обнимал. Свершилось! Целью упования не зрит он в мире ничего. И вы, последнее мечтание, и вы сокрылись от него. Он раб. Склонясь головой на камень, он ждет, чтобы с сумрачной зарей погас печальной жизни пламень и жаждет сени гробовой. Уж меркнет солнце за горами, вдали раздался шумный гул, с полей народа идет в аул, сверкая светлыми косами. Пришли. В домах зажглись огни, и постепенно шум нестройный умолкнул. Все в ночной тени объято негою спокойной. Вдали сверкает горный ключ, сбегая с каменной стремнины. Оделись пеленой тучка в каза спящие вершины. Но кто в сиянии луны среди глубокой тишины идет украдкою ступая? Очнулся русский. Перед ним с приветом нежным и немым стоит Черкешенко, молодая. На деву молча смотрит он и мыслит. Это лживый сон. Усталых чувств игра пустая. Луною чуть озарена, с улыбкой жалости отрадной, колено преклонив, она к его устам кумыс прохладной подносит тихой рукой. Но он забыл сосуд целебный. Он ловит жадную душой приятные речи, звук волшебный и взоры девы молодой. Он чуждых слов не понимает, но взор умильный, жар ланит, но голос нежный говорит «Живи!» И пленник оживает. И он, собрав остаток сил, веленью милому покорной привстал и чашей благотворной и томленью жажды утолил. Потом на камень вновь склонился отягощенный угловой. Но все к черкешенке молодой угасший взор его стремился. И долго, долго перед ним она задумчиво сидела, как бы участием немым утешить пленника хотела. Уста невольно каждый час с начатой речью открывались. Она вздыхала и не раз слезами очи наполнялись. За днями дни прошли как тень. В горах окованные у стада проводит пленник каждый день. В пещеры влажная прохлада его скрывает в летний зной. Когда жарок луны серебристой блеснет за мрачную горой, черкешенка тропой тенистой приносит пленнику вино, кумыс и ульев сот душистый и белоснежное пшено, с ним тайный ужин разделяет, на нем покоит нежный взор, с неясной речью сливает очей и знаков разговор. Поет ему и песни горы, и песни грузии счастливой, и памяти нетерпеливой передает язык чужой. Впервые девственной душой она любила, знала счастье, но русский жизни молодой давно утратил сладострасти. Не мог он сердцем отвечать любви младенческой, открытой, быть может сон любви забытой боялся он воспоминать. не вдруг увянет наша младость, не вдруг восторги бросят нас, и неожиданную радость еще обнимем мы не раз. Но вы живые впечатления, первоначальная любовь, небесный пламень упоения, не прилетаете вы вновь. Казалось, пленник безнадежный к унылой жизни привыкал. Тоску неволи, жар мятежный в душе глубоко он скрывал. Влачасы межугрюмых скал, в час ранней утренней прохлады вперял он любопытный взор на отдаленные громады седых, румяных, синих гор. Великолепные картины, престолы вечные снегов, очам казались их вершины недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двуглавый, в венце блистая ледяном, эльбрус огромный, величавый, белел на небе голубом. Когда с глухим сливаясь гулом, предтеча бури, гром гремел, как часто пленник над аулом недвижим на горе сидел. У ног его дымились тучи, в степи взывался прах летучий, уже приюта между скал елень испуганно искал. Орлы с утесов подымались и в небесах перекликались, шум табунов, мычань и стад уж глазом буря заглушались. И вдруг надолы дожди грады стуч сквозь молнии извергались. Волна мироя крутизны, сдвигая камни вековые, текли потоки дождевые. А пленник с горней вышины один за тучей громовою возврата солнечного ждал недосягаемой грозою и бури немощному вою с какой-то радостью внимал. Но европейца все внимание народ сей чудный привлекал. Межгорцев пленник наблюдал их веру, нравы, воспитание, любил их жизни простоту, гостеприимство, жажду брани, движений вольных быстроту и легкость ног и силу длани. Смотрел по целым он часам, как иногда черке с проворной широкой степью, по горам в косматой шапке, в бурке черной к луке склонясь, на стремена ногой устроенной опираясь, летал по воле скакуна, к войне заранее приучаясь. Он любовался красотой, одежды бранной и простой. Черкес оружием обвешан, он им гордится, им утешен. На нем броня, пищаль, колчан, кубанский лук, кинжал, аркан и шашка, вечная подруга его трудов, его досуга. Ничто его не тяготит, ничто не брякнет. Пеший, конный, все тот же он, все тот же вид непобедимый, непреклонный. Гроза беспечных казаков, его богатство конь ретивый, питомец горских табунов, товарищ верный, терпеливый, в пещере или в траве глухой коварный хищник с ним таится и вдруг внезапною стрелой завидя путника стремится. В одно мгновение верный бой решит удар его могучий и странника в ущелье гор уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, исполнен огненной отваги, все путь ему, болото, бор, кусты, утесы, овраги, кровавый след за ним бежит, в пустыне топот раздается, седой поток пред ним шумит, он вглубь кипящую несется, и путник, брошенный ко дну, глотает мутную волну, изнемогая, смерти просит и зрит ее перед собой, но мощный конь его стрелой на берег пенистый выносит, или ухватив рогатый пень, в реку низверженной грозою, когда на холмах пеленой лежит безлунной ночи тень, черкес на корни вековые, на ветви вешает кругом свои доспехи боевые, щит, бурку, панцирь и шелом, колчан и лук, и в быстрые волны за ним бросается потом неутомимый и безмолвный. Глухая ночь, река ревет, могучий ток его несет вдоль берегов уединенных, где на курганах возвышенных, склоняясь на копья казаки глядят на темные бег реки. Имя моих во мгле чернее плывет оружие злодея. О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежние битвы? На смертном поле свой бивак полков хвалебные молитвы и родину? Коварный сон. Простите, вольные станицы и дом отцовый, тихий дон, война и красные девицы. К бригам причалил тайный враг, стрела выходит из колчана, взвелась и падает казак с окровавленного кургана. Когда же с мирной семьей черкес в отеческом жилище сидит ненастную порой и тлеют угли в пепелище, испрянув сверного коня в горах пустынных запоздалый, к нему войдет пришлец усталый и робко сядет у огня, тогда хозяин благосклонный с приветом ласково встает и гостю в чаши благовонной чехирь отрадный подает. под влажной буркой в сакле дымной вкушает путник мирный сон и утром оставляет он ночлега кров гостеприимный. Бывало, в светлый байран сберутся юноши толпою, игра сменяется игрою, то полный разобрав колчан они крылатыми стрелами пронзают в облаках орлов, то с высоты крутых холмов нетерпеливыми рядами при данном знаке вдруг падут, как лани землю поражают, равнину пылью покрывают и с дружным топотом бегут. Но скучен мир однообразный, сердцам рожденным для войны, и часто игры воли праздной игрой жестокой смущены. Нередко шашки грозно блещут в безумной резвости перов, и в прах летят главы рабов, и в радости младенцы плещут. Русский равнодушно зрелся и кровавые забавы, любил он прежде игры славы и жаждой гибели горел, невольник чести беспощадный, вблизи видал он свой конец. На поединках твердый, хладный, встречая гибельный свинец. Быть может, в думу погруженный он время то воспоминал, когда друзьями окруженный он с ними шумно пировал. жалел жалел смелости его черкесы грозные дивились, щадили век его молодой и шепотом между собой своей добычей угорделись. Часть вторая ты их узнала, дева гор, восторги сердца, жизнь и сладость, твой огненный невинный взор высказывал любовь и радость. Когда твой друг во тьме ночной тебя лобзал немым лобзанием, сгорая нега и желанием, ты забывала мир земной, ты говорила, пленник милый, развесели свой взор унылый, склонись главой ко мне на грудь, свободу родину забудь, скрываться рада я в пустыне с тобою, царь души моей. Люби меня, никто доныне не целовал моих очей, к моей постели одинокой черкес младой черноокой не крался в тишине ночной. Слыву я деву жестокой, неумолимой красотой. Я знаю, жребий мне готовый, меня отец и брат суровый немилому продать хотят в чужой аул ценою злата. Но умолю отца и брата не то найду кинжал и льят, не непостижимой чудной силой к тебе я вся привлечена. Люблю тебя, невольник милый, душа тобой упоена. Но он с безмолвным сожалением на деву страстную взирал и полный тяжким размышлением словам любви ее внимал. Он забывался. В нем теснились воспоминания прошлых дней и даже слезы из-за чьей однажды градом покатились. Лежало в сердце как свинец тоска любви без упования. Пред юной девой наконец он излиял свои страдания. Забудь меня твоей любви твоих восторгов я не стою. Бесценных дней не трать со мною. Другого юношу зови. Его любовь тебе заменит моей души печальный хлад. Он будет верен, он оценит твою красу, твой милый взгляд и жар младенческих лапзаний и нежность пламенных речей. Без упоения, без желания я вяну жертвую страстей. Ты видишь след любви несчастной, душевной бури след ужасный. Оставь меня, но пожалей о скорбной участи моей. Несчастный друг, зачем не прежде явилась ты моим очам в те дни, как верил я надежде, и упоительным мечтам. Но поздно умер я для счастья, надежды призрак улетел. Твой друг отвык от сладострасти, для нежных чувств окаменел. Как тяжко мертвыми устами живым лапзанем отвечать и очи полные слезами улыбкой хладною встречать. измучусь ревностью напрасной, уснув бесчувственной душой в объятиях подруги страстной, как тяжко мыслить о другой. Когда так медленно, так нежно ты пьешь лапзания мои, и для тебя часы любви проходят быстро, безмятежно. Снедая слезы в тишине тогда рассеянный унылый перед собою как во сне я вижу образ вечно милый. Его зову, к нему стремлюсь, молчу, не вижу, не внимаю. Тебе в забвенье предаюсь и тайный призрак обнимаю. Об нем в пустыне слезы лью. Повсюду он со мною бродит и мрачную тоску наводит на душу сирую мою. Оставь же мне мои железы, уединенные мечты, воспоминания, грусть и слезы. Их разделить не можешь ты. Ты сердце слышала признание. прости, дай руку на прощание. Недолго женскую любовь печалит хладная разлука. Пройдет любовь, настанет скука, красавица полюбит вновь. Раскрыв уста, без слез рыдая, сидела дева молодая. Туманный неподвижный взор безмолвный выражал укор. Бледна как тень, она дрожала. В руках любовника лежала ее холодная рука. И, наконец, любви тоска в печальной речи излилась. Ах, русский, русский, для чего, не зная сердца твоего, тебе навек я предалась? Недолго на груди твоей в забвении дева отдыхала. Немного радостных ночей судьба на долю ей послала. Придут ли вновь когда-нибудь? Ужель навек погибла радость? Ты мог бы пленник обмануть мою неопытную младость, хотя бы из жалости одной, молчанием, ласкою притворной. Я услаждала б жребий твой заботой нежной и покорной. Я остерегла б минуты сна, покой тоскующего друга. Ты не хотел. Но кто ж она твоя прекрасная подруга? Ты любишь русский? Ты любим? Понятны мне твои страдания? Прости же ты мои рыдания. Не смейся горе с тем моим. Умолкло слезы и стенания стеснили бедной девы грудь. Уста без слов роптали пени. Без чувств обняв его колени она едва могла отдохнуть. И пленник тихою рукою подняв несчастную сказал не плачь и я гоним судьбою и муки сердца испытал. Нет я не знал любви взаимной любил один страдал один и гасну я как пламень дымный забытый средь пустых долин. Умру вдали брегов желанных мне будет гробом эта степь здесь на костях моих изгнанных заржавит тягостная цепь. Светила ночи затмевались вдали прозрачной означались громады светлоснежных гор главу склонив потопя взор они в безмолвии расстались унылый пленник с этих пор один на крест аула бродит заря на знойный небосклон за днями новые дни возводит за ночью ночью во след уходит вообще свободы жаждет он мелькнет ли серно меж кустами проскачет ли во мгле сайгак он вспыхнув загремит цепями он ждет не крадется ль казак ночной аулов разоритель рабов отважный избавитель зовет но все кругом молчит лишь волны плещутся бушуя и человека зверь почуя в пустыню темную бежит однажды слышит русский пленный в горах раздался клик военный в табун в табун бегу шумят уздечки медные гремят чернеют бурки блещут брони кипят оседланные кони к набегу весь аул готов и дикие питомцы брани рекою хлынули с холмов и скачут по брегам кубани сбирать насильственные дани утих аул на солнце спят усакли псы староживые младенцы смуглые ноги в свободной резвости шумят их прадеды в кругу сидят из трубок дым виясь синеет они безмолвно юных дев знакомые слушают припев и старцев сердце молодеет черкесская песня в реке бежит гремучий вал в горах безмолвие ночное казак устал и задремал склонясь на копье стальное не спи казак во тьме ночной чеченец ходит за рекой казак плывет на челноке влача по дну речному сети казак утонешь ты в реке как тонут маленькие дети купаясь жаркою порой чеченец ходит за рекой на берегу на берегу заветных вод цветут богатые станицы веселый пляшет хоровод бегите русские певицы спешите красные домой чеченец ходит за рекой так пели девы сев на бреги мечтают русские побеги но цепь невольника тяжка быстра глубокая река меж тем померкнув степь уснула вершины скал омрачены по белым хижинам аула мелькает бледный свет луны еле не дремлют над водами умолкнул поздний крик орлов и глухо вторится горами далекий топот табунов тогда кого-то слышно стало мелькнула девы покрывала и вот печально и бледна к нему приближилась она уста прекрасной ищут речи глаза исполнены тоской и черной падают волной ее волосы на груди плечи в одной руке блестит пила в другой кинжал ее булатный казалось будто дева шла на тайный бой на подвиг ратный на пленника возведший взор беги сказала дева гор нигде черкес тебя не встретит спеши не трат ночных часов возьми кинжал твоих следов никто во мраке не заметит пилу дрожащей взяв рукой к его ногам она склонилась бежит железо под пилой слеза невольная скатилась и цепь распалась и гремит ты волен дева говорит беги но взгляд ее безумный любви порыв изобразил она страдала ветер шумный свистя по крови ее клубил о друг мой русский возобил я твой навек я твой до гроба ужасный край оставим оба беги со мной нет русский нет она исчезла жизнь и сладость я знала все я знала радость и все прошло пропал и след возможно ты любил другую найди ее люби ее о чем же я еще тоскую о чем уныние мое прости любви благословения с тобой будут каждый час прости забудь мои мучения дай руку мне последний раз черкес черкешенки простер он руки воскресшим сердцем к ней летел и долгий поцелуй разлуки союз любви запечатлел рука с рукой унынье полный сошли к обрегу в тишине и русский в шумной глубине уже плывет и пенит волны уже противных скал достиг уже хватается за них и вдруг волны глухо зашумели и слышен отдаленный стон на дикий брег выходит он глядит назад брега яснели и опененные белели но они от черкешенки молодой ни у брегов ни под горой все мертво на брегах уснувших лишь ветра слышен легкий звук и при луне в водах блеснувших струистый исчезает круг все понял он прощальным взором объемлет он в последний раз пустой аул с его забором поля где пленный стадо пас стремнины где влачил оковы ручей где в полдень отдыхал когда в горах черкес суровый свободы песню запевал редел на небе мрак глубокой ложился день на темный дол взошла заря тропой далекой освобожденный пленник шел и перед ним уже в туманах сверкали русские штыки и окликались на курганах сторожевые казаки эпилог так муза легкой друг мечты к пределам Азии летала и для венка себе срывала кавказа дикие цветы ее пленял наряд суровый племен возросших на войне и часто все одежды новой волшебница являлась мне вокруг аула вопустелых одна бродила по скалам к песням дева сиротелых она прислушивалась там любила бранные станицы тревоги смелых казаков курганы тихие гробницы и шум и ржанье табунов богиня песен и рассказа воспоминания полна быть может повторит она предания грозного кавказа расскажет повесть дальних стран мстислава древний поединок измены гибель россиян на лоне мстительных грузинок и воспою тот славный час когда почуя бой кровавый на негодующий кавказ подъялся наш орел двуглавый когда на тереке седом впервые грянул битвой гром и грохот русских барабанов и в сече с дерз сосным челом явился пылкий цицианов тебя я воспою герой о котляревский бич кавказа куда не мчался ты грозой твой ход как черная зараза губил ничтожил племена ты днеясь покинул саблю мести тебя не радует война скучай миром в язвах чести вкушаешь праздный ты покой и тишину домашних долов но се восток подъемлет вой поникни снежную главой смирись кавказ идет ярмолов и смолкнул ярый крик войны все русскому мечу подвластно кавказа гордые сыны сражались гибли вы ужасно но не спасла вас наша кровь не очарованные брони не горы не лихие кони не дикой вольности любовь подобно племени батыя изменит прадедом кавказ забудет алчной брани глаз оставит стрелы боевые к ущельям где гнездились вы подъедет путник без боязни и возвестят о вашей казни предания темные малу вы 1821 1822 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 1922 1922 1922 2024 2330 2332 2113